Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Мы продолжаем обозревать статьи по ветеринарной медицине на нашем канале. И сегодня у нас будет две публикации. Первая публикация, которая понравилась мне, а вторая публикация, которую выбрали вы своим голосованием. Поехали! И первая публикация, которую мы с вами обсудим, это индекс колоббирования кудальной полой вены как инструмент для прогнозирования ответа на инфузионную нагрузку у собак. Мы знаем, что при поступлении к нам пациента с гипотонией первым шагом будет это увеличить внутрисосудистый объем, поскольку самая частая причина гипотонии и шоков таких пациентов это гипволимия. Здесь было бы неплохо знать, а насколько вообще пациент ответит на эту инфузионную нагрузку, насколько наши действия окажутся полезны для пациента. И цель этого исследования как раз оценить индекс колоббирования кудальной полой вены как инструмент, пригодный для прогнозирования ответа на инфузионную нагрузку. Гипо и гиперволимия ассоциированы с плохим прогнозом медицины человека и все это возникает на фоне развития полиорганной недостаточности. Если у нас мало воды, то у нас возникает ишемия. Если у нас много воды, у нас возникает повреждение гликокаликса, отеки и на этом фоне тоже развития полиорганной недостаточности. Пациент может умереть как от гиповолимии, так и от гиперволимии. Схожие данные есть и в ветеринарии. У наших пациентов, собак и кошек, тоже может быть как гиповолимия, от которой они могут умереть, так и гиперволимия, от которой они тоже могут умереть. Положительный ответ на волимическую нагрузку наблюдается только лишь у 50 процентов пациентов. Для остальных эта жидкость, которую мы ведем, может быть наоборот избыточно. И это приведет к гиперволимии и смерти этих пациентов. Ответ на волимическую нагрузку обычно наблюдается у пациентов, которые находятся на восходящем отрезке кривой Франка Старлинга. Мы помним, что до какого-то момента увеличение объема приводит к растяжению левого желудочка. Чем сильнее он растягивается, тем сильнее он сокращается. И вот если у нас пациент находится на этом отрезке, где мы можем сильнее растянуть левый желудок с помощью объема, тогда у нас будет ответ. Если у нас пациент находится уже на плато кривой Франка Старлинга, то ответа просто не будет. А если он уже находится на нисходящей части кривой Франка Старлинга, то будет перегрузка объема. Частота сердечных сокращений, центральное венозное давление и артериальное давление не точны в прогнозировании ответа на волимическую нагрузку. Оценка интеграла скорости времени BTI, которая у нас может быть проведена при исследовании эхокардиографии, полезный прогностический маркер. Но надо понимать, что, как правило, этой техникой владеют уткоспециализированные специалисты, которые не всегда у нас есть на смене в данный момент времени. Индекс коллобирования к удальной полу-вены CVCCI показал эффективность как динамическая переменная у людей и собак при проведении искусственной вентиляции легких. Что значит индекс коллобирования к удальной полу-вены? Если мы с помощью УЗИ-датчика выведем к удальную полу-вену и увидим, что она у нас изменяет свой диаметр в процессе дыхания, то есть в инспираторную фазу и в экспираторную фазу, это и будет индекс коллобирования. В медицине человека считается, что индекс коллобирования равный 50% определяет нормальное центральное венозное давление. Но здесь в этой статье нас интересует не цифра 50%, а то, как у нас будет изменяться этот индекс в ответ на инфузионную терапию. Оценка КПВ и ее изменение при акте дыхания, то есть измерение внутригрудного давления, отражает волемический статус пациента. Здесь стоит вспомнить физиологию. Когда у нас пациент дышит, когда возникает спонтанное дыхание, в плевральной полости создается отрицательное давление, которое, помимо легких, подрастягивает также и каудальную полую вену, обеспечивая больше приток крови, больше венозный возврат. Соответственно, этот венозный возврат берется из той части каудальной полой вены, которая находится в брюшной полости. В этот момент поток через этот участок увеличивается и вена спадается. Это первый механизм. Второй механизм, что в тот момент, когда в плевральной полости у нас возникает отрицательное давление, в брюшной возникает положительное давление, поскольку диафрагма опускается вниз и сдавливает органы брюшной полости. Соответственно, это еще больше коллабирует к удальную полую вену, и мы видим это при проведении УЗИ и при оценке индекса коллабирования к удальной полой вены. Это простой и дешевый метод. По большому счету, нам нужен просто УЗИ-аппарат и знать, где поставить датчик. Стоит сказать, что те данные, которые получены в медицине человека и в ветеринарной медицине, получены в основном у пациентов, которым проводится искусственная вентиляция легких. Это пациенты отделения реанимации интенсивной терапии. Но в ветеринарии пациенты, которые подвергаются искусственной вентиляции легких, это редкие пациенты, и большая часть пациентов у нас не нуждается в этой процедуре. И исследователи поставили цель оценить, как будет меняться индекс коллабирования к удальной полой вены у пациентов, которые дышат самостоятельно. Посмотрим, что из этого получилось. Итак, это ретроспективное когортное исследование, в котором были проанализированы истории болезни пациентов в период с 2016 по 2017 годы. Критерии включения пациентов в это исследование были четкое определение причины гиповолемии, сохраненное спонтанное дыхание, измеренные и указанные VTI и CVCI до и после болюса раствора рингерлоктат 30 мл на килограмм. Включено было 27 собак в это исследование. Критерии исключения. Это наличие аритмий, ОРДС, снижение уровня сознания, поскольку такие пациенты уже не репрезентативны. Признаки нарушения гемодинамики у пациентов, которые были включены в исследование, были следующие. Это тахикардия с частотой сречных сокращений более 140 в минуту для взрослых собак и более 200 ударов в минуту для щенков. СНК более 2 секунд, плохо пальпируемый пульс, систолическое артериальное давление менее 90 мм тутного столба, бледные видимые слизистые оболочки, уровень лактата больше 2,5 мм на литр, сатурация венозной крови менее 68%, диурез менее 1 мл на килограмм в час и признак поцелуя при ЭХКГ, то есть сближении стенок желудочков. Цель исследования была оценить индекс клоббирования каудальной полой вены как инструмент прогнозирования волемического ответа у собак с нарушениями гемодинамики и с сохраненным спонтанным дыханием. Вторая цель была это оценить корреляцию CVC-CI и сердечного выброса после волемической нагрузки. Как проводилось измерение каудальной полой вены? Это был микроконвиксный УЗИ-датчик с частотой 5-7 МГц, оценка каудальной полой вены через печеночный доступ, обнаружение КПВ и оценка ее коллабирования в М-режиме, оценка максимального экспираторного и минимального инспираторного диаметра каудальной полой вены без включения эндотелиальных границ. Расчет индекса коллабирования каудальной полой вены, отношение максимального и минимального диаметра умноженное на 100%. Параллельно измерение VTI, рост VTI более 15% расценивался как положительный ответ. Эти пациенты относились к группе респондентов, то есть те пациенты, которые отвечают на инфузионный объем и отвечают на данный тип лечения. Критерий ограничения инфузионной терапии, то есть тот момент, когда инфузию прекращали, это протокол VETBLUE. Появление двух и более B-линий приводило к остановке инфузии, поскольку здесь речь шла уже о потенциальной перегрузке объема. Так выполнялось исследование, иллюстрации взяты из публикации. На левом боку лежит пациент и через печеночный доступ обеспечивает нам вывод каудальной полой вены. Вот так это выглядит непосредственно в УЗИ. Мы видим каудальную полую вену и видим ее коллабирование при дыхании. В М-режиме мы четко видим, как она у нас изменяется. Какие были получены результаты? Во-первых, надо разобраться с тем, какие пациенты попали в это исследование. Мы видим, что наибольшее число пациентов, которым потребовалась инфузионная терапия, которым потребовалась оценка измерения каудальной полой вены, это были пациенты с геморрагическими гастроэнтеритами. То есть те пациенты, которые теряют очень много жидкости и у которых быстро наступает гиповолемия. Соответственно, они составили наибольший процент пациентов, которые были включены в эту публикацию. Помимо этого были и другие проблемы с пациентами. Это были аутоиммунные геморрагические анемии, панкреатиты, острое повреждение почек, уроабдомин, сепсис и прочее. Но в этом исследовании, еще раз, ключевая когорта, самая большая группа пациентов, это пациенты, с классической гиповолемией на фоне геморрагического гастроэнтероколита. Пациенты были совершенно разные, с разной массой тела, с разным возрастом, но на что стоит обратить внимание, это на то, какая у них была частота сердечных сокращений в момент поступления и в момент проведения исследований. Мы видим, что у респондентов медиана частоты сердечных сокращений была выше, чем у нереспондентов. 160 против 104. Медиана уровня лактата у респондентов была 2,28, у нереспондентов 0,76. Сложно сделать какие-либо выводы, кроме того, что респонденты, имея высокую частоту сердечных сокращений, по всей видимости, находились в компенсаторной стадии гиповолемического шока. В отличие от нереспондентов, у которых, возможно, уже возникал миокардит, возникало снижение сократимости и низкая частота сердечных сокращений могла отражать тяжесть состояния в сторону его ухудшения. Не было разницы в сроках госпитализации и выживаемости в группах респондентов и нереспондентов. Достаточно важный вывод, что в данном маленьком исследовании с 27 пациентами результатов выживаемости и сроков госпитализации не было. Но это не значит, что их нет в принципе. Возможно, если бы у нас было не 27 пациентов, а 5000 пациентов, мы эти бы результаты получили. Но здесь малая выборка, которая может ввести нас в заблуждение. Ключевой результат, на который рассчитывали исследователи, это изменение индекса коллабирования кудальной полой вены. Итак, смотрим, что у нас происходит. В группе респондентов ответ был более выраженный, чем в группе нереспондентов. Медиана изменения диаметра кудальной полой вены составляла 51%. То есть, по сути, мы, считайте, пришли к тем нормам, которые описаны у людей. В то время как в группе нереспондентов кудальная полая вена очень незначительно коллабировала. Процент коллабирования медиана была 8%. То есть, о чем нам это говорит? Это говорит нам о том, что пациенты, у которых изменяется индекс коллабирования кудальной полой вены, у которых она начинает спадаться сильнее, должны ответить на волимическую нагрузку и должны ответить на продолжение инфузионной терапии. То есть, по сути, это подтверждает то, что пациенты находятся в состоянии гиповолимии. Если мы посмотрим на распределение этих пациентов, мы видим совершенно четко, что респонденты отвечают на объем увеличением индекса коллабирования кудальной полой вены. В то время как нереспонденты этого не делают. Но что еще важно? Что в этом исследовании была выявлена точка отсечения. То есть, тот процент индекса коллабирования кудальной полой вены, который будет говорить нам о том, что этот пациент ответит. Был составлен рок-график и были получены следующие результаты. Что если у нас индекс коллабирования кудальной полой вены после нагрузки объемом 30 мл на килограмм растет более чем на 26,7%, это пациенты-респонденты. Это пациенты, которым не хватает волимического объема, у которых есть гиповолимия. Чувствительность при этом составляет 100%, а специфичность 83,3%. То есть, практически со 100% вероятностью, со 100% гарантией, эти пациенты нуждаются в продолжении инфузионной терапии, поскольку у них есть гиповолимия. В нормальных условиях и при спонтанном дыхании КПВ спадается из-за изменений внутригрудного и внутрибрюшного давления. Изменение давления КПВ и венозного возврата. Это мы с вами обсудили уже ранее, почему это происходит. Разница давлений плевральных, внутрибрюшного и давлений в грудной части и в брюшной части каудальной полу и вены приводит к ее спадению в нормальных условиях. Поскольку в данном механизме нет влияния сосудистого тонуса, пациенты с гиповолимией, респонденты, респонденты, они отвечают на изменение объема и рост индекса коллабирования каудальной полу и вены. Однако, если мы представим, что у нас пациент находится не в гиповолимии, а, например, в перераспределительном шоке с потерей симпатического тонуса венозного русла, то такие пациенты не будут отвечать. И здесь у нас уже будет как раз те самые нереспонденты, о которых мы с вами говорили. Рост индекса коллабирования каудальной полу и вены более чем на 27% обладает высокой чувствительностью и специфичностью. В предыдущих исследованиях у пациентов при проведении искусственной вентиляции легких этот рост должен был оставлять 24%. Точка отсечения была 24%. Ответ пациентов с ЭПСом может отличаться. Это данные медицины человека, и мы понимаем почему. Потому что это разные механизмы. Одно дело гиповолимия с сохранением сосудистого тонуса, другое дело отсутствие сосудистого тонуса. Корреляция роста индекса коллабирования каудальной полу и вены и VTI выражает уравнение Франко-Старлинга. То есть то, что говорили авторы исследования в вводной части. Что если у нас пациент находится на восходящей части, то он ответит на объем. Если на плато, то не ответит. А если на нисходящий, у него возникнет перегрузка объема. В группе респондентов была более высокая частота середочных сокращений. Возможно это связано с тем, что гиповолимический шок отчаяния объема и в котором хорошо выражены все фазы шока. Это ранняя компенсация, компенсация и декомпенсация. Оценка диаметра каудальной полу и вены без оценки на объем, без оценки ответа на объем недостоверна. Здесь надо это помнить, что сама по себе каудальная полу и вена, если мы ее просто посмотрели и не добавили пациенту объем, пересмотрев при этом каудальную полу и вену, будет не очень информативно. Вот такая вот интересная статья. Я в своей практике регулярно использую оценку каудальной полу и вены и ее коллабирование для оценки волимического статуса пациента и мне это помогает. Метод простой, метод, как мы с вами теперь уже видим из этой публикации, надежный, с высокой чувствительностью и специфичностью, поэтому призываю вас его использовать. Ограничение исследования. Это малая популяция собак. 27 собак мы с вами обсудили, это не так уж и много и делать какие-то далеко идущие выводы пока не получается. Во-вторых, это большое количество молодых собак. Это собаки до года, да и тем более это собаки с геморрагическим гастроэнтероколитом. Состояния, которые потенциально могут влиять на оценку каудальной полу и вены, про них надо помнить, когда мы пользуемся этим методом, об этом говорят авторы публикации. Это повышение утреблюшного давления, это респираторные нарушения, это хроническая сердечная недостаточность, это компрессия каудальной полу и вены или ее тромбоз, это портосистемные шунты, это оператор-зависимый метод. Кто-то лучше выведет каудальную полу и вену, кто-то хуже, кто-то поставит датчик ровно над ней, кто-то под углом. Это все может повлиять на результаты и в дальнейшем на их интерпретацию. А мы переходим к следующей публикации. Второе исследование, которое мы с вами обсудим, было выбрано голосованием на нашем канале, но, честно говоря, я голосовал за другое исследование, за клинический случай, но мнение большинства решает. Итак, ретроспективная оценка факторов риска развития поражения почек после перорального лечения фуросимидом собак с левосторонней застойной сердечной недостаточностью. Насколько высока вероятность, что собаки с больным сердцем, получающие фуросимид, заимеют в себе еще и острую почечную недостаточность. О чем нам говорят авторы этой публикации? Во-первых, то, что фуросимид это препарат первой линии при лечении застойной сердечной недостаточности. Ну, мы с вами это знаем, да, кардиологи всегда первое, что назначают, это фуросимид. Дозировки и способы введения этого препарата очень разнообразны. Внутримышечно, перорально, внутривенно, дозировки от 0,25 до 4 мг на килограмм. Все очень непостоянно. И зависит от конкретного пациента, от литературных данных и от опыта и мнения специалиста, который этот препарат назначает. Используются эти дозировки и способы введения, всегда исходя из соотношения риск-польза. Потому что предыдущие исследования говорят о том, что петлевые диуретики могут приводить к повреждению почек. Использование петлевых диуретиков ассоциировано с ростом азотемии. Возникает приренальная острая почечная недостаточность на фоне снижения перфузии почек. Острый кардиоренальный синдром. Это острое повреждение почек, которое возникает на фоне снижения сердечного выброса, активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и застоя в ренальных сосудах. Развитие азотемии наблюдается у собак, которых лечили фуросимидом, как в клинических исследованиях, так и в экспериментальных исследованиях. Нет данных о частоте встречаемости острой почечной недостаточности у собак при лечении хронической сердечной недостаточности. Ну и, собственно говоря, одна из целей авторов, одна из целей этого исследования была как раз и определить эту самую частоту встречаемости. Нет данных о прогностических факторах. Цель исследования заключалась в том, чтобы определить частоту встречаемости острого повреждения почек и предрасполагающие к ней факторы. Первая гипотеза, которую выдвинули авторы, предполагает, что более высокие дозы фуросемида должны сопровождаться более высокой частотой развития острого повреждения почек. Вторая гипотеза предполагает, что развитие острого повреждения почек должно быть ассоциировано с плохим долгосрочным прогнозом. Вторичные цели, которые ставили перед собой авторы, это определение переменных, связанных с развитием острого повреждения почек при приеме фуросемида у собак. Это было ретроспективное клиническое исследование, анализ истории болезни в период за 2015-2020 годы, критерии включения пациентов в исследование это были подтвержденная хроническая сердечная недостаточность, ответ на лечение фуросемидом, определение уровня креатинина в первые 6 часов с момента поступления в клинику и контроль в течение месяца как минимум однократно. Также оценивались переменные, которые должны были повлиять на прогноз для таких пациентов. Это данные осмотра, артериальное давление, история и дозы препаратов, которые получал пациент, лабораторные данные, частота и сроки рецидива, причина смерти или эвтаназии, кумулятивная доза перорального фуросемида, сроки приема фуросемида, суммарная доза фуросемида в первые сутки госпитализации и использование теросемида. Как видите, переменных очень много. И как мы с вами уже говорили в предыдущих наших выпусках, что чем больше переменных пытаются оценить авторы, тем больше будет вероятность ошибки. И это исследование, на мой взгляд, оно не исключение. И честно говоря, мне бы было интересно послушать мнение об этой публикации того, кто лучше меня разбирается в статистике. Потому что мне кажется, это было бы интересно. Я вот сам даже вижу несколько таких моментов, которые могут вызвать ряд сомнений. Оценка повреждения почек по шкале Айрис. Таймлайн в этом исследовании состоял из трех точек. Первая точка – это поступление пациента в клинику, определение у него уровня креатинина в первые 6 часов с момента поступления. Вторая точка, типе 2, это наивысшая концентрация креатинина в период госпитализации пациента. И третья точка – это оценка уровня креатинина при первом амбулаторном осмотре после выписки. Соответственно, авторы исследования пытались найти разницу и какие-то закономерности в этих трех временных интервалах. Поступление, наивысшая концентрация креатинина в период госпитализации и амбулаторное лечение пациента. Напомню, что такое Айрис – это шкала оценки повреждения почек, которая имеет 4 стадии их повреждений. Первая стадия – это неазотомичная стадия, у нас еще нет повышения креатинина и мочевина в крови. Все остальные, все три уже сопровождаются его повышением. И чем выше у нас уровень креатинина и мочевины, тем более сильно повреждены почки. И, соответственно, тот балм более высокий мы присваиваем, исходя из этой самой шкалы Айрис. Результаты очень разнообразны. Во-первых, стоит посмотреть популяционную статистику в этом исследовании. Было включено 79 собак, которые наблюдались вот в тот период пятилетний. Из них было 46% самцов и 54% самки. Ну, какой-то большой разницы, скорее всего, нет по полу. Медиана возраста – это 10 лет, пожилые пациенты. Диагнозы, с которыми они поступали – это миксоматоз метрального клапана, ДКМП, эндокардиоз метрального клапана, субоортальный стеноз, атрио-вентрикулярная блокада. Нарушения ритма наблюдались у 12 собак, это 15%, и включали в себя мерцательную аритмию, желудочковую или наджелудочковую эктопию. 22 собаки получали раньше фуросимид или теросимид, и медиана дозировки была 2,6 мг на килограмм в сутки. Статистическая разница по частоте дыхательных движений была отмечена в первом временном периоде ТП-1 и в третьем временном периоде ТП-3, что, собственно говоря, логично. Когда пациент поступает с речной недостаточностью в клинику, чаще всего она выражается именно дыхательной недостаточностью, а, соответственно, ЧДД будет выше, чем у пациента на амбулаторном приеме. Медиана госпитализации составила 26 часов, то есть около суток пациенты находились в стационаре клиники. Медиана кумулятивной дозы фуросимиды за период госпитализации составляла 7,7 мг на килограмм. Ну, то есть это та суммарная доза, которую пациент получил за все время нахождения его в стационаре. Частота встречаемости острого повреждения почек в данном исследовании составила 48%, то есть половина пациентов, каждый второй пациент в результате лечения, в результате использования, в результате применения фуросимида имеет право заполучить острое повреждение почек. Мы видим по графикам, что и креатинин, и мочевина действительно росли во времени, в период с ТП1 до периода ТП3. И примерно 48%, о которых нам и говорят авторы этого исследования, имели рост мочевины и, соответственно, предполагалось наличие у них острого повреждения почек. Если мы посмотрим остальные данные, которые нам приводят авторы исследования, мы увидим достаточно много всего интересного. Во-первых, мы увидим то, о чем я говорил вам выше. Частота дыхательных движений и частота сердечных сокращений была выше в первый период времени, чем в третий период времени. Это закономерно, поскольку пациенты поступали в более тяжелом состоянии и на амбулаторный прием приходили уже в более стабильном состоянии. Что еще интересно? Что была разница, причем эта разница мы видим статистически достоверно по критерию достоверности ПИ, была разница в систолическом артериальном давлении. Что еще? Есть разница по концентрации мочевины и креатинина. Тоже об этом мы уже говорили выше, что частота встречаемости ОПП оказалась достаточно высокой. И мы видим, что и креатинин, и мочевина у таких пациентов росли. Также мы можем видеть, что количество пациентов, у которых развилось острое почечное повреждение, действительно растет. Мы видим, что в первый период времени, если мы посмотрим на Айрис-1, мы увидим, что это было 11 пациентов. В третий период времени мы видим, что их уже 20. Айрис-3 остался примерно на том же уровне. Два пациента в период ТП-1, три пациента в период ТП-2 и три пациента в период ТП-3. Количество пациентов со второй степенью по Айрис тоже осталось примерно тем же самым. Было 6, к третьему периоду 5. Соответственно, развитие острого повреждения почек мы можем наблюдать. Но это повреждение находится в диапазонах первого Айриса, а это, по сути, доклиническое течение острой почечной недостаточности, острого заболевания почек. Медиана повторного обращения составила 125 дней. 35 собак, это 44%, были живы к концу исследования, а это 919 дней. То есть, почти три года половина собак прожила. Однако, медиана составила 175. 73% из умерших пациентов, это 32 собаки из 44, умерли в результате кардиогенной смерти. И лишь только 9%, 4 из 44, умерли в результате почечной недостаточности. Гипотеза, которую изначально выдвинули авторы о том, что в результате развития почечной недостаточности будет умирать много пациентов, не подтвердилась. Прогностические факторы оценить тоже, как мне кажется, было достаточно сложно. И опять же, это большая статья, сложная статья, в ней пытались оценить все и сразу. А соответственно, вариант ошибки может быть гораздо выше. Но что нам предлагают авторы исследования? Во-первых, что развитие острого повреждения почек в период с ТП-2 по ТП-3 связано не с кумулятивной дозой фуросемида, а с суточной дозой фуросемида. То есть за период госпитализации пациент мог получить сколько угодно фуросемида. Но если это было по чуть-чуть постепенно и малыми дозами в течение суток, это было незначительно. Но если дозы были высокие именно суточные, то вероятность развития острой почечной недостаточности была гораздо выше. То же самое наблюдается и в период с ТП-1 по период ТП-3. Суточная доза имела большее значение, чем доза кумулятивная. И что еще интересно, сложно интерпретировать, почему такое возможно. Но если пациент получал диуретики до госпитализации, вероятность выживания у него была выше, чем у пациента, который не получал. Еще раз сложно сказать, почему. Можно делать предположение о том, что пациенты без истории применения диуретиков требовали более высокие дозы фуросемида изначально. Но как-то говорить об этом точно, совершенно однозначно не приходится. Отсуждения и выводы. Частота встречаемости острого повреждения почек на фоне применения фуросемида выше, чем в предыдущих исследованиях. Но мы с вами обсудили, что в этой статье это 44%. Практически каждый второй пациент. В данном исследовании наибольшая частота острого повреждения почек встречалась в период с ТП-1 по период ТП-2. То есть сроки госпитализации в стационаре, когда пациенты, как правило, получают наивысшие суточные дозировки фуросемида. Вопреки гипотезе, острое повреждение почек не ассоциировано с кумулятивной дозой или ИПС, инфузией социальной скоростью фуросемида. Ассоциация острого повреждения почек с высоким артериальным давлением в первый период логично и может говорить о повреждении гумерулярного аппарата. Это согласуется с более ранними исследованиями. Но речь идет о том, что пациенты, которые поступали с более высоким давлением, имели большую частоту развития ОПП. Входящая азотемия ассоциирована с меньшими рисками повреждения почек в дальнейшем. Тоже достаточно сложно как-то интерпретировать эти результаты и здесь можно только гадать, а с чем это все-таки у нас связано. Вопреки гипотезе, развитие острого повреждения почек не ассоциировано со смертью в данном исследовании. То, что предполагали автор, что если у пациента развивается ОПП, он будет умирать. Однако в данном исследовании мы видели летальность у пациентов с острым повреждением почек составила лишь 9% против 73% в результате кардиогенной смерти. Вот такое вот исследование. Ну, как я вам говорил, оно большое, сложное и требует, конечно, более детального разбора. Очень много переменных пытались оценить авторы. И я бы, честно говоря, к этому исследованию относился с долей скепсиса. А на этом все. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться и ставить лайк. Всем пока!